Доброе утро! Доброе утро! Начинается интересная рубрика! Почему? Потому что в нашей студии появился традиционный для пятницы гость Илья Онищенко, наш профайлер и эксперт по лжи. Илья, доброе утро! Доброе утро, друзья! Будем изучать звездную жизнь, как всегда, да? Да, как обычно. С кого начнем? Сегодня у нас интересная тема, связанная с тем, как несколько известных личностей злились на публике. И какие при этом эмоции они испытывали. Ну, всякое бывает в жизни, иногда фанаты подойдут, иногда на конференции, на пресс-конференции зададут неудобный вопрос. Ну и звезды, у них очень подвижная мимика, и они искренние, и они тоже себя могут не сдержать и проявить искренний гнев. И сегодня у нас два основных, так сказать, героя. Это Уилл Смит, да, ну и Филипп Киркор. Кстати, на первого я подписан на Инстаграме, у него очень интересный аккаунт. Да, да, да. И, кстати, вот скоро у него выходит фильм, где он будет там со собой молодым соперничать. Да, да. Рекомендую, да. Ну и первое видео, это момент 2011 года, премьера его фильма «Люди в черном 3» в Москве. И на красной дорожке один из журналистов решил не просто его обнять, а еще и поцеловать. Вот давайте посмотрим за реакцией Уилла Смита и разберем, какие эмоции он в этот момент у него проявились на лице. Давайте, видео номер один. Вот он обнимается, видите, морщится все вокруг носа, брови сдвигаются. Это, так сказать, неприязнь или отвращение вокруг носа, но мы много раз такое видели уже у звезд. Ну и брови сдвигаются, это тоже признак искреннего гнева из другого ракурса. Ну вот так вот бывает. Ты слишком много себе позволил. Ну, конечно, да. То есть, ну... Что за лобызание? Ну, это я абсолютно согласна с его реакцией. Абсолютно незнакомый человек. Начинает тебя целовать. Ладно, если мы с семьей, так мы друг друга знаем. Но оно, когда вот так вот кто-то посторонний... Да, до рекламы дождитесь. Ну и вот и искренняя реакция, гнев. Ну, хватит это делать, желание прекратить. Ну и неприязнь, отвращение вокруг лица, что ты вообще меня целуешь. Ну, понятно, неприятно. Следующее видео, ну, это давно всем известный инцидент, когда, помните, Филипп Киркоров с пресс-конференции выгнал журналистов. Розовая кофточка. Да, да, да. Вот эта вот розовая кофточка стала уже, так сказать, нарицательной. Так. А здесь у него проявились еще более сильные и явные эмоции, даже больше не просто гнев, а переходящие уже в ярость. И это было видно по тому, как у него выпучивались глаза, когда он говорил, ну, вот разговаривал с этой журналисткой. Давайте посмотрим нарезку фрагментов из той пресс-конференции. Давайте, видео номер два. Он понарастающий будет, да? Да. Назовите, пожалуйста, количество ремейков в моем репертуаре. Кроме мамы Шикадам и Юлия Ля Дева. И сразу смотрите, вот как... Ну-ка! Вот, разозлило. И уж вот прям глаза так выпучились. И в этом концепте были все ремейки. Назовите, хоть одно произведение в этом. У него глаза расширялись. Ну, это нарезка, да. И обратите внимание, опять сейчас будет... Видите, опять было отвращение на лице, вокруг носа. Все собралось. То есть, вот, видите, как и у Уилла Смита. Да, вот-вот-вот. Ну, такая эмоция проявляется, знаете, вот неприятному запаху, когда что-то вот невкусное... Расторжение. Да-да-да. Ману кашу никто не любил в детстве. Вот это все связано с тем, что это неприятный запах. Ну, точно так же. Я ей кашу, и она такая... Да-да-да-да-да. Вот-вот. А ты аккаунт Уилла Смита показывай. Смотри, как надо красиво отшивать. Так. Ну, и следующее видео тоже очень интересное. Известный мем. Мы, кстати, его смотрели в январе. Но я не могу его не показать в этой теме. Это всем известный фрик Гоген Солнцев. И вот, помните его вот этот адвокат? Да. Вот давайте еще раз посмотрим и сравним с Филиппом Киркоровым, что же было у него там на лице. Давайте видео номер три. Смотрите. Сначала было легкое недовольство. Видите, как губки сдавил, немножко недоволен. А сейчас прямо ярость будет. Давайте адвокат. Адвокат! Ура! Слушай! И тут я себе еще позволил поставить Киркорова, чтобы показать в сравнении вот это то, как пучатся глаза, именно когда уже... Когда ярость уже. И когда еще добавляется эмоция отвращения, то тут уже ненависть. То есть вот эмоции идут так вот по нарастающим. Но ведь такой вот плеск адреналина в этот момент происходит. Да, все правильно. И вот это все влияет на наше поведение. И кулаки сжимаем, и на лице все проявляется. Друзья, я вам желаю обходить стороной людей, когда у них тут такие вот приступы ярости, чтобы не дай бог не попасть к ним под горячую руку. Да, если вы видите таких людей, то лучше их обходить стороной. Ну и самое главное, я вот хочу пожелать, что самим не испытывать такие эмоции. Да, да. Вот это было бы очень, кстати, дорогие наши телезрители. Если у вас появились вопросы к нашему эксперту, отправляйте их в нашу группу ВКонтакте или пишите, кого бы из звезд вы хотели рассмотреть под лупой. Да, и какие конкретно, может быть, примеры эмоций, как они выражаются, на каких-то, может быть, действительно конкретных людях мы можем разобрать. Вот. Илья, как всегда, огромное спасибо. Очень было полезно, волновательно. Я, наконец-то, хоть освежил в памяти, как выглядит Гоген Солнцев. Твоя дочь во время книги. Вы стали забывать Гогена Солнцева. Да, и Филиппа Киркоева. Илья, спасибо большое. Портрет души на фоне эпохи. Так говорят о романе Алексея Варламова. Для одних он станет энциклопедией жизни 80-х, а для других вернет в бурное студенческое время. Да, чем будет интересен для вас этот роман, узнаем в рубрике «Экспресс досуг».